извините буду опять говорить но конечно мне это очень нравится в любом случае я думаю на самом деле что тема то очень важная тема боли то есть идеология более мультифакторная здесь много из факторов мы конечно не все будем здесь разбирать некоторые боль очень важна потому что у большинства пациентов есть боль пациентов с хроническим панкреатитом это большая клиническая задача для нас достаточно сложно лечить таких пациентов помочь обычная боль это тяжелая тупая постоянная боль и пегастральная боль которая часто эрадиирует назад усиливается после жирной пищи что касается течения более было скажем так надежда и на то ну группа стюриха из швейцарии работала над тем что разрабатывала гипотезу выгорания то есть то есть они говорили что нужно подождать какое-то время и тогда будет лучше потому что с прогрессированием фиброза боль уменьшается но все-таки к сожалению последнее исследование на 2 и и из штатов на большом количестве пациентов было показано что видимо это гипотеза несостоятельно то есть принципе и гипотеза здесь гипотеза выгорания ни при чем к сожалению у этих пациентов боль будет продолжаться и в дальнейшем какой какой механизм возникновения более одна из первых модель была в том что это было связано с панкреатическим потоком протоком извините это еще в 1970 году был такой случай описаны что был пациент с хроническим панкреатитом у него был свищ между протоком и выходящий на кожу и врач ввел катетер через кожу и прямо в проток и каждый раз когда он вводил жидкость в проток особенно под более высоким давлением больше чем 25 миллиметров штутного столба у пациента возникала боль он сказал понятно вот почему возникает боль это высокая интродуктально внутри протоковое давление и затем были дальнейшие след исследования интрооперативное которые измеряли давление в протоке до и после операции и есть некоторые данные были получены данные которые это подтверждали но затем дальнейшем появились и другие методы измерения давления эндоскопическая монометрия использовалась для измерения давления но эти исследования могли подтвердить данные полученные в 70-х годах то есть было одно исследование которое здесь сравнивало пациентов с болью и без боли и у них внутри протоковое давление было одинаково поэтому связь между более давлением еще недостаточно подтверждена но тем не менее сейчас есть много панкреатологов наших коллег которые они все равно считают что если есть камень то из-за камня повышается давление во внутри протоковой системе поэтому нужно убирать камни но доказательства мало есть другая модель паренхемальная гипертензия возможно приводит к боли интро паренхематозная да то есть данский исследователь вводил иглу зонт в паренхему перкутана и или интро операционной и измерял давле давление в поджелудочной железе и он определил что у пациентов с хроническим панкреатитом и боли давление было выше то же самое и интро оперативно то есть во время операции измеряли давление а после операции было и меньше боли и ниже давление через один год у пациентов которых была боль все равно сохранялась боль а пациенты у которых не было боли давление было ниже все таки вот это все таки тоже интересная модель до которая может объяснять почему пациента возникает боли и мы можем объяснить это скажем так таким комп компартмент синдромом который связан с фиброзом паренхемы и перипанкреатической капсулы есть еще модели которые говорят о том что во время секреторной стимуляции железы были продемонстрированы повышенное интерстанциальное давление снижение кровотока ацидоз ишемия а мы знаем что ишемия это очень хороший давно известный провоцирующий фактор для боли то есть вы видите моделей много но исследований не так много но какова же связь между парфолой морфологии и болью но вот два пациента хронический панкреатит боль пациент с алкогольным хроническим панкреатитом камень в панкреатическом протоке боль есть болит или не болит вот кто скажет что у него обязательно должна быть боль вот расширение протока большой камень как вы думаете будет боль будет боль будет или не будет не будет у большинства все-таки будет правда да но вот другой пациент это тоже пациент у него очень много мелких кальцификатов панкреатическом протоке и такое умеренное это очень легкое расширение пьет папу по бутылке водки у него будет боль или не будет более или умеренная боль как вот вы считаете умеренное умеренное ну давайте посмотрим первый камень до как правило более нет но есть могут быть эпизоды от легкой до умеренной боли у него 2 как оказалось классический такой алкоголический хронический панкреатит кальцификат и нет абдоминальной боли и нет эпизодов боли вообще ничего не были вот тоже интересно правда и вот еще интересное исследование от вид комбо и к группы коллег северноамериканской более 500 пациентов были опрошены и им нужно было записать какой вид боли вы испытываете у 45 процентов постоянная легкая боль с эпизодами тяжелой боли мы знаем всех этих пациентов у 20 процентов обычно боли нет но бывают эпизоды тяжелой боли мы знаем что есть такие пациенты у 16 процентов никогда ничего вот боли нет и очень мало около пяти только процентов постоянная сильная боль это самые таки для нас сложные пациенты на самом деле и также интересовала этих исследователь морфология и вот мы видим что механизмы определяющие варианты тяжесть боли преимущественно не зависят от структурных изменений выявляемых при визуализации вот есть другие исследования которые показывают другую взаимосвязь а теперь мы будем говорить о неврологической основе боли это тоже очень важно и вот мы начнем с того про ноцецепция то есть и сенсорные нервы находятся в поджелудочные перевод и передают сигналы и ноцецепторы поджелудочной железы они афферентные нервы их клеточные тела не в поджелудочной они лежат в ганглиях дорсального тракта и здесь показано это слева а вот там уже в ганглиях высвобождается нейротрансмиттеры которые активируют вторичные нейроны передающие уже стимулы в головной мозг и у пациентов с хроническим панкреатитом у них есть инфламаторные воспалительные цитокины в системе и факторы роста и мы видим гиперпродукции нейральных факторов роста это приводит гипертрофии панкреатических нервов и особенно особенно факторы роста до гипертрофии это вызывают и мюнхенская группа провела прекрасное исследование да и после этого опубликовала эти данные то есть эти изменения это гипотрофия очень сильно ассоциированы с болью при хроническом панкреатите и есть одна публикация которая показывает что гипертрофию большой диаметр интропанкреатических нервов индуцируемые факторами роста цитокинами и это ассоциируется также с болью кроме этого есть центральные механизмы возникновения боли не только сенситизации сенсибилизация до низкий порог но также в головном мозге низкий порог болевой то есть идея в том что такие длительные стимулы стимуляции в поджелудочной приводит к более высоким ответом головного мозга то есть болевые эти сигналы поступают головной мозг и пациенты вследствие того что они так воспринимают эти сигналы чувствуют боль и эта боль уже не связана с интенсивностью стимулов болевых стимулов это странно но для нас важно то есть нет афферентной информации нет афферентного сигнала о боли но у пациента есть боль то есть он как бы чувствует его головным мозгом это одним один из аргументов о чем говорят панкреатологи что тут надо быть как бы очень тщательно подходить не оперировать слишком тогда когда уже слишком поздно потому что боль у пациента которую он может из пуль и испытывать она уже не будет связана с сигналами из поджелудочной да то есть нужно оперировать на ранних стадиях когда есть эта связь ну и так же мы видим реорганизацию разных регионов головного мозга то есть есть изменения в определенных зонах регионах и которые отвечают за боль и эти изменения очень похожи на те изменения которые есть у пациентов с фантомными болями то есть у них ампутирована какая-то конечность предположим примеру нога но тем не менее они чувствуют эту боль в ноге который уже не существует самой ноги это тоже интересно после тотальная панкреатоктомии есть пациенты которые чувствуют там боль то есть это такая боль которая можно считать фантомной то есть реорганизация происходит и данный группа издания драйвис провели исследование и они га они говорили о нейропатической боли у пациентов с очень длительным уже хроническим панкреатитом то есть это проблемы и центральные головного мозга на уровне поджелудочной более низкие пороговые порог боли это также мы уже говорили цитокины в поджелудочной железе но кроме этого есть и другие аспекты которые могут вызывать боль а что у нас есть и боли да если по сравнивать пациентов с хроническим под креатитом перемежающаяся боль и хроническая боль тоже такое было исследование постоянная боль у пациентов более сложно переносится пациентами у них больше показатели инвалидизации госпитализации более низкое качество жизни и и теологии хронического панкреатита чаще алкогольная поэтому нам нужно тщательно к этому относиться к тем пациентам у которых постоянная боль у них действительно большие проблемы вот здесь это и показала это количество госпитализации слева мы видим то есть пациенты у которых легкая степень более умеренная то есть меньше госпитализации качество жизни лучше если это боль перемежающаяся периодическая а у тех у которых хроническая постоянная конечно показатели хуже как же мы лечим боль при хроническом панкреатите если это экстрапанкреатические скажем так причины псевдокиста например это дренирование под контролем эндоузи если это язва принимать много нестероидных препаратов у них амструкция двенадцатиперстные кишки да то есть их легче лечить им нужно прекратить потреблять спиртное курить потому что это оба фактора они способствуют усилению боли интенсивности боли и анальгетики мы используем используем вот такую лестницу купирование боли и то есть мы начинаем не с опиоидов только для пациентов с отецю тяжелой сильной болью мы должны использовать подход обратный то есть мы не ждем мы сразу начинаем с опиоидов большинство мы можем начать с парацетамола но у большинства будет все равно продолжаться боль в животе на парацетамоле но есть и комбинированная скажем парацетамол и опиаты как хороший вариант комбинированная терапия какие же другие у нас есть препараты кадеин слабый опиоид мы знаем побочные эффекты и пилота папеоидов тромодол более эффективен иногда чем морщину пациентов у многих пациентов сильные опиоиды такие как морфин используется которые действуют на рецепторы мю рецепторы это большая проблема у этих пациентов на опиоидах на сильных опиоидах они как правило принимают таблетки несколько могут пластыри использовать но это более дорогостоящая терапия поэтому пластырями пользуются очень немногие в целом опиоиды не очень эффективны для лечения доказанной центральной сенситизации то есть очень сильные опиоиды они не эффективны для лечения нейропатического типа боли и опиоиды кроме того имеют побочные действия то есть есть такой синдром кишечный тоже очень много пациентов которые получают опиоиды имеют эти осложнения очень сильная боль в животе из-за высоких доз опиоидов и если мы снижаем дозу опиоидов то все таки улучшается ситуация с болью она будет уходить наоборот поэтому датская группа опубликовала результаты исследования по нейропатической боли у пациентов пригаболин одни использовали у этих пациентов и они видели что хороший эффект был пригаболина более эффективен для уменьшения боли после трех недель лечение пригаболин был лучше чем плацебо и больше пациентов сказали да у меня ситуация улучшилась боль купируется лучше на пригаболине слова в сравнении с плацебо поэтому пригаболин через три недели ничели лечение дает лучший эффект и вы знаете также есть как рановские анализы публикуются я считаю что вот в принципе даже смеялся когда я впервые это увидел это как рановский анализ мы знаем как рановские анализы и мета анализы очень распространены и у нас было только одно исследование которое соответствовало критериям включи включение по этой теме это датское исследование и тут было сказано что только одно то есть общая общая общий уровень доказательств был низким или умеренно и там нужны дальнейшие исследования для того чтобы можно было что-то заключить ферментные препараты то есть есть еще да мы надеемся чтобы дальше использоваться ферментные препараты но есть те старые мета анализы 1997 год который показал что ферменты не имеют существенного преимущества в плане лечения именно боли пациентов с хроническим панкреатитом антиоксидантная терапия также была упомянута есть одно большое исследование опубликованное гастроэнтерологии двенадцатом году показала что не было эффекта на боль на качество жизни и здесь было включено 70 пациентов есть еще и другие исследования и мета анализы 12 рандомизированных контролируемых исследований в которых использованы были антиоксиданты 6 из них даже были двойные слепые плацебо-контролируемые исследования такие аксиданты используются как витамин c а е глютатион и идея в чем было использование антиоксидантов сказали что у пациентов есть не более пониженное уровне антиоксидантов и больше выше уровень свободных радикалов то есть им нужны антиоксиданты но это исследование показала 16 пациентов 16 процентов пациентов имели головную боль эффекта со стороны желудочно-кишечного тракта то есть побочные эффекты и по шкале боли вас здесь было значительно уменьшение боли то есть на 0 34 сотых по шкале от 1 до 10 то есть но имеет ли это клиническое значение в таком случае если снижение такое небольшое небольшое поэтому рутина использования не рекомендуется особенно если 16 процентов пациентов побочные эффекты поэтому я тут не убежден возможно какие-то подгруппы пациентов отдельные могут использовать эту антиоксиданты но в принципе доказательств практически но очень мало а вот таракоскопическая сплотиноктомия таракоскопическая спланхиоктомия да как метод вмешательства и вот мета анализ за восьмой год который показывает что осложнение достаточно высокий процент почти 17 процентов гипертензия гипотензия но а уровень успеха какой то снижение боли видели у 90 процентов пациентов при наблюдении менее 6 месяцев если это один год и 15 месяцев 75 уже сказали что да есть снижение боли но это не не такой уже широко распространенный метод лечения пациентов с планхиоктомии уменьшает боли улучшает качество жизни пациентов с хроническим панкреатитом ну а нейролизис солнечного сплетения что мы здесь можем сказать мы используем в основном для пациентов с онкологии да рак поджелудочной железы и здесь мета анализ 8 исследований пациентов у рак поджелудочной железы 9 исследований пациентов с хроническим панкреатитом то есть это палеоативная ситуация для пациентов которых сильная боль вот для таких пациентов до нейролизис солнечного сплетения это интервенция это вмешательство вполне имеет место для применения при хроническом при панкреатите 60 процента уже не 80 как при раке но то выживаемость у пациентов с раком поджелудочной железы очень небольшое но если это молодой пациент 45 лет например алкогольных хронический панкреатит такой пациент может жить десятками лет десятки лет и блокада солнечного сплетения эффект такой только на три четыре может пять месяцев продолжается поэтому это скажем так то недостаток этого метода то есть его длительность небольшая поэтому мы должны сказать я не хирург я гастроэнтеролог эндоскопист все-таки хирургия лучше чем эндоскопия если мы лечим болевые обструктивные случаи хронического панкреатита и мы уже говорили что есть два основных исследования за третий и за седьмой год хирургия да все таки облегчает боль у большинства пациентов и у них улучшается качество жизни сохраняется экзокринная панкреатическая функция у большинства но я тоже могу сказать конечно да с хирургия связано больше осложнений но в принципе сегодня хирурги очень хорошие умелые и осложнением было то есть много было участников и в исследовании у которых облегчение боли наступала действительно очень хорошие поэтому не ждите можно оперировать таких пациентов есть новые такие интересные новые методы то стимуляции спинного мозга 7 процентов наших пациентов постоянная очень сильная боль это очень большая проблема может попробовать все-таки симуляцию спинного мозга здесь было лечение 30 пациентов катетер был поставлен в спиной мозг и была стимуляция течение недели двух каковы же результаты 80 пациентов сказали что у них боль снизилась минимум на 50 процентов в конце исследования и баллы по ваш с 8 до 3 и 70 снизились на в два раза применение опиоидов тоже очень сильно снизилась это тоже очень хорошо то есть нам просто сейчас я думаю нужно больше данных но вероятно это тоже может быть хорошая опция хороший вариант лечения и очень интересная вот глава почему не делать скажем тотальную панкреатектомию эти пациенты приходят очень часто к врачам они поступают вне отлупа не отложки почему же не сделать тотальную панкреатектомию и вот штатовское исследование 46 пациентов очень высоко селективные пациенты провели анализ и ежемесячное применение наркотиков снизилось до 138 до 37 эквивалентом морфина и также была ассоциация с низкой стоимостью и повышением качество жизни и выживаемостью выживанием те у которых была медикаментозная терапия да вот здесь мы видим они все время обращаются вот может есть к это новое лечение новые препараты а пациенты после тотальной панкреатомии они уже не обращаются то есть то есть и после проведения этой операции они уже не госпитализируется в таких количествах визуализация после тоже тотальная панкреатектомия тоже снижается количество визоляционных исследований поэтому мы более большим энтузиазмом все-таки рассматривать возможность тотальной панкреатектомии как вот такую достаточно эффективно хирургическую опцию я думаю что это интересно иногда вот есть пациенты с ужасной боли им по 40 лет они не могут работать у них качество жизни ужасно я думаю именно вот эти пациенты являются хорошими когда до кандидатами на тотальный панкреатектомии спасибо большое